Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала! Вчерашний стрим показал вопиющую невежественность. Ну вот, начнем с Наташи Шуклинской. Началось там обострение с легкими, начало там что-то слизь выделяться или что-то там такое, насколько такое, понял? И это трактуется как какое-то обострение, как еще что-то там такое. И пятое, и десятое. И я как-то занимаюсь вот своими целительными силами, предоставляя их вам. И я уже начинаю сам забывать, с чего все там начинается и так далее. И вот заголовок вот этого видоса. Не зная воду, не зная броду, не суйся в воду. Люди берут какое-то одно средство, начинают им заниматься. Возрастает энергетика потихонечку от этого средства или еще что-нибудь такое. Хотя там надо вообще-то там нормализовать. Есть определенная последовательность, с чего надо начинать свое собственное оздоровление. Основная задача, еще разок повторяю, состоит в том, чтобы нормализовать работу собственного организма. В первую очередь это касается нормализации внутренних сред организма. Чтобы они стали такими, какими они должны быть. Далее уже, за счет того, что среды нормализуются, начинается нормализоваться и работа физиологии, работа внутренних органов. И все это дальше закрепляется. Почему вначале идут очистительные процедуры, которые нормализуют, просто-напросто нормализуют среду. Удаляют ненужные из толстого кишечника, удаляют ненужные из печени, удаляют ненужные микрофлору из организма вообще есть для этого, методы есть. Описано все это такое, гоняет паразитов и далее все это закрепляется. В результате этой работы организм скачкообразно начинает выправлять свои функции, что проявляется, в виде тех или иных очистительных, оздоровительных кризисов. То есть у организма не хватает силов для того, чтобы выкинуть из себя слизь, которая, допустим, у человека поддерживает какое-то хроническое заболевание. Ну, например, какое-то там, допустим, легочное заболевание. Там, допустим, астма или еще что-то, или еще что-то, то есть организм вот спустился на определенный, будем говорить, свой энергетический и физиологический уровень, который он вот пытается вот это поддерживать. Как только мы нормализуем состав жидкостных средств, повышаем энергетику, у него возрастают силы для того, чтобы избавиться от ненужного механизма слизи образования, и он начинает его просто-напросто выбрасывать в виде вот этого вот кризиса очистительного слизь выбрасывается. Люди, не понимая этого, считают, что это обострение, что они заболели, что они еще что-то, у них такое происходит ненормальное от того, что они начали этим заниматься. Поэтому, я хочу вам следующее сказать. Редко какой доктор понимает науку оздоровления вот в этом ключе, что идут очистительно-оздоровительные кризисы, что происходит с организмом для того, чтобы он стал здоровый. Одно дело лечить, всю жизнь лечить таблетками и залечивать, а совсем другое дело вылечить человека. Что для этого надо знать? Вот из 30 тысяч, которые подписаны, я так чувствую, человек, наверное, 10, и всего из этих 30 тысяч более-менее понимают, о чем я говорю. Все остальные ищут какую-то чудодейственную методу или еще что-то такого. И потом, натыкаясь вот на такие вот вещи и не читая, не зная, с чего это все возникает, они это все благополучно забрасывают. В связи с этим хочу сказать, читайте. Вот прежде, прежде, опять-таки, чтобы влезть в воду и прийти реку в брод, не зная броду, не суйтесь в воду. Сначала вы должны получить вот эти все знания, более-менее. А уже потом начинать что-то делать и понимать, что с вами идет. Если самодиагностика, ну все есть. В том же, допустим, интернете, вообще в книгах до этого. Есть вся информация, которую просто-напросто надо было бы сложить. И я ее сложил для вас. Вам остается просто-напросто ее только проглотить. Я уже, уже я ее и прочитал для того, чтобы вы просто-напросто слушали это. А так у вас любой чих, пук или еще что-то будет вызывать сомнение, недопонимание. Вот что я вам хотел сказать. А то у меня был стрим посвящен одному, а тут я чувствую, ем ее. А тут совсем другие вопросы повылазили у людей, которые занимаются. Поэтому занимайтесь самообразованием, чтобы вас не использовали и вы не глупили, а почувствую, в конце концов, себя человеком с большой буквы. Здорово, здорово, Ачара Годзина с праздником Богатырь и Столимановых приветствую. Будь здорово.